Всем привет, друзья! В этом обзоре подводим итоги двух групп Лиги Чемпионов, которые закончили свою борьбу вчера. Лейпциг напоследок громко хлопнул дверью Манчестер Сити, Интер попался на все свои же уловки, которые перед этим разбирали Мауринью, а Шахтер с двух попыток так и не смог обыграть Шериф. Но перед началом обзора я хотел бы напомнить вам о том, что на сайте генерального партнера моего канала компании MarathonBet продолжает действовать нулевая маржа на целый ряд поединков, в том числе и на поединке шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, например, на матч Аталанта-Вильяреал, который состоится уже сегодня. Внимательно изучайте условия акций на сайте MarathonBet и убедитесь, что выше коэффициентов не бывает. Итак, начнем с группы, в которой команды могли хотя бы как-то поменяться местами, только в том случае, если ПСЖ дома не выиграл бы у Брюги. Но игра с обоюдными моментами, а там по ударам было 17-14, закончилась в пользу ПСЖ со счетом 4-1. Вот это как раз таки и есть та самая наглядная демонстрация разницы, которую делают при прочих равных дорогие исполнители, ради чего их, собственно, и покупают. На фоне последних результатов ПСЖ казалось, что они и здесь тоже могут как бы не взять свои три очка, но в Лиге Чемпионов, где платят неплохие деньги, конечно же, матчи никто просто так не отдает. Лейпциг на фоне увольнения главного тренера, а также на фоне такого результата в Париже, а там в Париже уже было на седьмой минуте 2-0, поэтому им могли спокойно со скамейки кричать, ребята, все, месим Баппетом все делают, поэтому мы уже спокойно выходим в Лигу Европы при любом результате. Поэтому Лейпциг был свободен абсолютно в этом матче. То же самое касается и Манчестер-Сити. Сити тоже был свободен, но как бы не с лучшим сочетанием футболистов, потому что Пепп выпустил несколько неосновных игроков, но дело здесь даже не в этом. Дело в том, что данный матч, он показал Гвардиоле, что его суперсистема билдапа, при которой крайние защитники заходят в середину на место опорника, вот это вот все ложное, переложное, это не всегда работает, потому что конкретно в данном матче, например, в данной ситуации, да, Сити теряет мяч, а Зинченко нет на своей позиции, потому что он, согласно тактической задаче, находится сейчас в центре поля. Если его нет на этой позиции при потере, то, следовательно, все дальше должны сужаться. Но, как оказалось, Кайл Уокер в этом матче вообще не хотел ничего делать, и он всеми своими действиями показывал, что его лучше было бы просто оставить дома. Сам Сити играл в атаке, конечно же, раскованно, но Гриллиш по традиции запорол все, что только можно было, а можно было достаточно много. Пепп сказал, кстати, пару дней назад о том, что вы как бы не ждите от Гриллиша какой-то суперигры в этом сезоне, мы его подготовим к следующему сезону. За 100 лямов купили, и надо готовить. Купили из того же чемпионата, в котором ты играешь. Надо готовить год. Это, конечно, удивительно. Гол Манчестер Сити пропускает в ситуации, когда АК поднимается выше для борьбы, ломает линию обороны, следовательно, ее нужно заузить, нужно перестроиться. Как я уже сказал, Уокер, конечно, не собирался ничего делать. В этом поединке он даже демонстративно отворачивался куда-то, причем куда он смотрел. Я сначала подумал, что, возможно, ему там Пепп уже что-то кричал со скамейки, но нет, скамейка вообще в другой стороне. Куда Уокер смотрел? И игра проходит при пустых трибунах. Кого он там нашел на пустых трибунах стадиона Лейпцига? Полнейшая апатия, либо, возможно, либо, возможно, галлюцинации. Вообще, Лейпциг, конечно, мог размазать Манчестер Сити, потому что они достаточно большое количество раз выбегали в атаку, где они не уступали численно сопернику, который находится в обороне. И большинство этих моментов заканчивались убийственными, просто голевыми эпизодами, которые Лейпциг не реализовывал. Вообще, это было даже отчасти похоже на первый матч Гвардиолы в Германии, когда он играл вместе с Баварией против Баруси, и Клоп его тогда поймал на четыре гола. Либо это похоже на игру Бавария-Реал тогда в Лиге Чемпионов, когда Роналду показывал, что он забил уже 15 мячей. То есть, как бы, что-то в Германии Пепп не особо здорово выглядел. В атаку Сити-то выскакивал, но с моментами это было не так массировано, как у Лейпцига, а защитники Манчестер Сити продолжали свое шоу. Стоунс так хотел сохранить мяч, что пихал его Фернандиньо, когда тот оказывался, по сути, в окружении пятерых соперников. И даже если бы Стоунс здесь отдал точно Фернандиньо, то Фернандиньо бы запрессинговали. То есть, решение при этом достаточно странное. Да, здесь выхода как такового прямого никуда нет, но в подобных ситуациях иногда можно выбить его куда-то. Даже если ты играешь в команде Гвардиолы, потому что ты находишься под очень большим давлением. Там пол команды соперника давит на квадратные 20 метров. Ну, куда ты еще тот мяч хочешь туда засунуть? Вот вам, пожалуйста, на ровном месте выход 3 в 2. И вас должны защитить теперь только не основные, АК и Зинченко, которые остаются сзади, и остаются они в численном меньшинстве. Вот такое вот решение принимает Стоунс. Конечно, винить здесь Зинченко и АК просто не в чем, потому что они в меньшинстве. Но, да, Зинченко не успел немного сориентироваться, что ему конкретно блокировать, какую зону, какое направление. Потому что, да, на повторе особенно сзади видно, что ему надо было заблокировать свою зону, так скажем. Потому что, тем более, рядом там был еще и партнер у Силвы. Поэтому Зинченко должен был бы блокировать и удар в ближний угол, и также возможную передачу на партнера. Но, как бы, там все было настолько быстро, что сориентироваться было практически невозможно. Но сам Зинченко сделает еще и такую редкую для себя голевую передачу в составе Манчестер-Сити. И мы будем заканчивать этот поединок тем, чем мы, по сути, и начинали. То есть, система билда по Гвардиолу. Он в первом тайме понял, что она какая-то, ну, слишком уж замудрена для данного матча. И уж тем более не очень хорошо работает без нужных исполнителей тебе на поле. Поэтому что он сделал во втором тайме? Во втором тайме Дебрюйне просто приходил за мячом, чем, конечно же, забирал на себя огромное количество внимания соперника. Соперник сужался, потому что Дебрюйне в центральном коридоре с мячом, значит, как бы немножечко так. И, пожалуйста, Зинченко больше не заходит в середину, а получает передачу на Бровке, которую он тянет повыше, и там получает огромную просто зону. И дальше он принимает абсолютно правильное решение. Хотя, как бы, с одной стороны, кажется, что защитник в такой ситуации должен как-то пробросить себе еще на ход или начинать уже немножечко сужаться, потому что у тебя есть большое пространство. Но Зинченко видит, что если он сейчас начнет сужаться, то он попадет в зону, где пятеро соперников. То есть его встретят сразу пятеро. И он выбирает вместо этого передачу в зону дальней штанги, где там два в два ситуация. Вот абсолютно правильное решение, что самое главное, хорошее исполнение. И не надо никаких сложных билдапов. На большее в атаке Сити, собственно, и не наработал, потому что у них был Джек, который, как обычно, был великолепен в своем футбольном мышлении на все 100 миллионов. А Кайл Уокер откровенно удалился, тем самым подтвердив свое нежелание участвовать в матчах, которые не несут большого турнирного значения. Но теперь его не будет в первом матче 1-8 финала Лиги Чемпионов, что, кстати, увеличивает шансы там появиться Александр Зинченко при выходе к Анселлу, например, на правый фланг обороны. В другой группе ситуация была как бы тоже без особой турнирной борьбы. Да, там Реал и Интер делили между собой первое место, но когда эта дележка происходит на Бернабеу, то, в принципе, исход ее весьма предсказуем. Ну а Шахтер пытался добыть хотя бы одну победу в этой Лиге Чемпионов. Давайте сначала пройдемся по Мадриду. Да, Интер начал матч здорово, с ударами, агрессивно. Понятно, по-другому никак, потому что, если когда и брать Реал, то только тогда, когда они еще не вкатились в матч. Реал действительно вкатывался минут 15 в эту игру, потому что, ну, Челхану Глу как-то на пространстве слишком легко, разрезает между линиями. Ну, слишком уж просто, Интер получает преимущество 4 в 3 в атаке. Это даже было в чем-то похоже на ситуацию в матче Лейпсик-Манчестер-Сити. И, опять же, примерно ситуации похожи. И там и там никому ничего не надо. Здесь как бы, да, разыгрывается первое место, но все равно ты не заставишь себя играть на таком надрыве, когда у тебя на кону все, как это будет в нашем следующем обзоре. Но в чем схожесть ситуации Лейпцига и Интера? В том, что и те, и другие подобные эпизоды, мертвейшие просто вообще для соперника, которые надо было забивать, не забивали. Это разбудило Реал, и они, собственно, через 5 минут уже и забили. Вот эта вот итальянская модель обороны, это, конечно, нечто. Вообще такое ощущение, что в этом матче Интер тренировал Мауринио. Все назад, все в глубокий блок и все в центральный коридор, в центральную зону. Вот заметьте, да, в этом эпизоде все футболисты Интера находятся в зоне, внутри которой находятся только два футболиста Реала. Конечно, вы получите из других зон. В чем проблема? Вот только недавно Интер точно так же разрывал просто Рому за счет таких же ошибок. А теперь за счет этих же ошибок они получают от Реала. Хотя фишка матча против Рома могла сработать и здесь. Эта фишка заключается в том, что когда Перешич попадает в изоляцию без подстраховки, а такое тоже бывало, как бы Каземиро не всегда успевал, то это сразу же является сигналом тому, чтобы бежать в завершение. Они прибегали туда вчетвером, все здорово, даже мяч на них доходил, но с места забить не получилось. Хотя еще могла сработать и другая фишка матча против Рома. Они опять могли забить с углового. И мне вот интересно, Анчелочи вообще смотрел эту игру? Как они готовились? Потому что ситуация один в один, подача один в один, расположение у Реала фактически похоже на то, что делала Рома. То есть есть игрок по мячу, это почти у каждой команды есть. Есть игрок по мячу. Там был Дзаньола у Ромы, здесь Карвахаль у Реала. И Дзаньола, и Карвахаль куда-то начинают уходить с позиции. Есть только одна мысль, почему они это делают. Потому что подача Челхануглу очень крученая. То есть он сначала заворачивает ее так, что футболист думает, который играет по мячу, что мяч куда-то улетает, а нет, он потом закручивает сюда на ближнюю. То тогда, да, может быть только так, Челхануглу обманул и Дзаньола, и Карвахаль. Если бы там Перич не трогал, кстати, мяч, который он переправил в штангу, возможно, он бы залетел и в ворота. Или там Йович мог сыграть руками. Но на этом Интер исчерпал свои фишки в атаке, и они не принесли результата, и, собственно, дальше их повезли. Опять же, одни и те же ошибки в обороне, опять скопление в определенной зоне, там пять футболистов вокруг Модрича, Кросс опять свободен. Я, кстати, не могу понять, почему Инзаги не дал задачу Борреле закрыть Кросса. Просто вот один в один в своем полуфланге встречаешь его вообще, чтобы я его даже не видел. Боррела с этим бы справлялся, ну, мне так кажется, потому что он в прошлом сезоне это делал. В принципе, так играть можно было, но нет. Все назад. Вообще, Интер напоминал при игре в обороне какое-то стадо, которое на перегонки бежит к мячу, как на водопой. Кто первый, не важно. А если ты уже не первый, ты видишь, что ты не первый, ты все равно туда бежишь. У них то Венисиус один в своей штрафной площадке. То есть, заметьте, да, Интер обороняется всем составом, но при этом Венисиус на огромном пространстве, внутри своей штрафной площадки как бы один, внутри площадки Интера я имею в виду, то Родриго один, то же самое. Куда вы все бежите забирать мячи? Ну, сыграйте позиционно в обороне, вы же итальянцы. Второй тайм Интер тоже начал живо, но Боррела не забил. То, что забивал в прошлом сезоне, и, по-моему, он это даже забивал в Лиге Чемпионов или в Дерби, или даже в Лиге Чемпионов тому же Реалу, я сейчас точно не помню. Но вот такие голы, они перед глазами, когда Боррелла из глубины вбегает, и защитников просто не хватает, и он внезапно как бы получает там мяч на пространстве, гол, красота, футболку с ним. Здесь он не забил. И дальше все, наша песня хороша, начинай сначала. Опять стадо в обороне, опять свободные соперники в твоей штрафной площадке. Зато один уже побежал на линию ворот спасать. Уже там. Для этого вратарь есть. Иди возьми соперников в своей штрафной, не позорься. Удаление Борреллы, это, конечно, хедшот для Интера. Но как его объяснить? Объясняется оно, как по мне, достаточно просто. Это ребячество, потому что Боррелла весьма молодой еще футболист. Ребячество, которое проявилось в том, что он, конечно, понимает, что в таких матчах за ним следят все, кто хотят его купить. А хотят его купить лучшие клубы этого мира. Вопросов нет. Он понимает, что у него не получается. Он не забил, кросс у него постоянно свободен. Возможно, он даже хотел бы сыграть по-другому, но как бы тренер искал играть иначе. Он понимает, что что-то не идет. Но это уже можно додумывать. Это знает только Интер. Больше никто. И в этот момент, когда у него ничего не получается, тут его еще и нагло выбрасывают с поля в рекламные щиты. И, конечно, он вспыхивает. Потому что и так ничего не идет. Тут его еще и позорят публично. Выбрасывают. И он проявляет агрессию в отношении Милитау. Но это агрессия. Господи, ну если уж проявлять агрессию и удаляться, то тогда надо уводить и соперника вместе с собой. А так получилось, что он там ударил Милитау бицепсом сзади по ноге. Даже не кулаком. Бицепсом. Он там промазал кулаком, ударил бицепсом. Какой урон Милитау? Никакого. Вообще, Милитау не получил с этой ситуацией ничего. Да, он там желтую получил, но как бы это желтая, которая должна была быть здесь. А Боррелла, ну облажался. Облажался. И как раз вот таким вот своим поведением он-то облажался еще больше. Но эмоции. Эмоции, что с ним взять. Ну и похороны Интера по той же самой классической схеме. Все вбежали в свою штрафную. Очень плотненько. Компактненько. Кросс вам забил за штрафной. Ассенсио вам забил за штрафной. Но зато, как хорошо вы чувствовали плечо партнера. Ну и Шахтер Шериф. Здесь, как бы, коротко, потому что команды, по сути, ни за что не играли в турнирном плане. Хотя, как бы, за престиж играли, да. За деньги, за победу в матче Лиги Чемпионов играли, да. За очки в копилку национального чемпионата в рейтинге UEFA играли, да. В принципе, этого уже достаточно. Да, для большинства топовых клубов эти три пункта, они обычно не важны. Но для нас они важны всегда. Поэтому битва, как бы, была за что-то. Из всех этих трех пунктов получилось выполнить ничего. Шахтер должен был разгромить Шериф еще в первом тайме, тем самым доказав, как бы, случайность выхода Шерифа из этой группы в Лигу Европы и случайность невыхода Шахтера никуда. Потому что, ну, хотя бы в очной встрече, мы покажем, что между нами есть пропасть. Эта пропасть действительно была. Там Шахтера была крестовина. Потом, когда Шахтер забивал, то защитник Шерифа, центральный, он так долго реагировал на открытый мяч, что мяч уже был над его головой, уже, как бы, перелетает его, а он до сих пор еще не разворачивается назад. То есть, как бы, ну, это катастрофа на самом деле. Другой центральный защитник долго решался выходить ему, не выходить, покидать ему позицию, встречать соперника нет. И, конечно, ему не надо было там встречать, потому что там и так было два его партнера, но он все-таки решил подняться, поднялся, открыл зону за своей спиной, но перекладина. В общем, потом был еще один момент. У Шахтера хватало моментов, чтобы забить свои законы, 3-4 мяча в первом тайме и действительно показать, что, ну, как бы, ну, так уж вышла футбол, такая игра, что, да, мы сильнее, чем этот соперник, но он выходит из группы, а мы нет. Но все-таки, как бы, сами видите разницу в классе. Все закончится со счетом 1-1 с голом Шерифа в последней атаке в этом матче на 90+. Да, многие будут критиковать тренера Шахтера за большое количество замен, там, заменял такого, что пропустили в концовке, но на самом деле, если искать виновного, то его можно найти на поле, а не за полем. Еще в начале второго тайма центральный защитник Бондарь, тоже, как и центральный защитник Шерифа, он, как бы, понимает, что Ван Дейк в свои лучшие времена всегда встречал соперника в прием, поднимался выше из позиции, там сразу бил, как бы, соперника в его логове, или, по крайней мере, хотя бы, там, на позиции опорного полузащитника. То есть, ты поднялся, там, хлопнул, все, на этом, как бы, дело закончилось, тебе сзади, у себя вообще работы нет никакой. Но, как и центральный защитник Шерифа, Бондарь поднимался не совсем вовремя. То есть, он поднимался к сопернику, возле которого и так был его партнер. То есть, получается, что он не страховал там своих партнеров, а он просто оставлял зону за своей спиной, и получалось вот это. И дальше три защитника Шахтера, которые бежали назад своим воротом 40 метров, никто из них так и не попытался встретить хотя бы бьющего. То есть, это уже был тогда первый звоночек. Шахтер выпустит третьего вратаря на концовку матча, который там даже успеет попасть немножечко в курьезную ситуацию, когда он попытается поднять мяч с газона, несмотря на него, и потом поднимет руки, а там только воздух между перчатками. Но даже дело не в этом. Дело в том, что в последней атаке Бондарь совершил слишком уж много ошибок. Сначала он выдвигается на соперника, да, с опозданием, но все же выдвигается правильно, у него ситуация один в один. Все, дожимай этого соперника, гони его куда-то в сторону, ты мощнее по корпусу, гони его куда-то, закрывай игру. Все, 10 секунд до конца матча. Но он поднимается, сопернику некуда играть вообще, вообще некуда. То есть, все, ты делаешь все правильно, но потом Бондарь решает отвалиться от него. Потому что, ну, якобы игрок Шерифа побежал уже в зону, где его могут встретить другие руки Шахтера, а я, типа, вернусь в свою зону, в зону перед воротами. Ну и получается, что своим этим отвалом Бондарь дает возможность игроку Шерифа сделать подачу. Он дает ему время, пространство, пожалуйста. Идет подача, которой не должно было быть, потому что Бондарь должен был просто выжать игрока и вообще забыть о нем и закрыть эту игру. Идет подача, и игрок Бондаря опять же забивает. То есть, как бы он выдвинулся, отвалился, потому что пошел играть дальше персонально там с соперником и с этим же соперником сыграл плохо. Отвернулся при этом в момент удара. Вот все, что хотите, делайте центральные защитники, но только не отворачивайтесь от мяча. Мяч не убьет вас. Никогда. Может быть и были такие случаи, но на моей памяти таких случаев не было. Не отворачивайтесь. И все, вот все, что можно было сделать в последних 10 секунд матча неправильно, Бондарь сделал неправильно. Да, можно говорить, конечно же, о молодости, но ему уже почти 23, и он чемпион мира по футболу. Чемпион мира среди юношей. Ну нельзя столько всего делать неправильно. А потом задается вопрос, почему у наших клубов в Еврокубках играют в основном легионеры. Вот поэтому. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится. Комментируйте обязательно, но самое главное вы знаете, играйте в футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова